Так парни, всем привет! Сегодня у нас 5 июля 2016 года, вторничек, прошел дождь, отличная погода. У нас сегодня с вами будет Opel Insignia, 2013 года кузов, автомобиль у нас куплен в 2014 году, в комплектации 1.6 Turbo. Автомобиль достался владельцу за 1 миллион 250 тысяч рублей, хотя прайсовая цена была у автомобиля 1 миллион 350 тысяч рублей. В 2014 году цены на автомобиль начинались в принципе от 990 тысяч рублей, то есть практически от миллиона рублей и, пожалуйста, это совсем голая комплектация. На сегодняшний день, к сожалению, Opel с нашего рынка ушел, но официальный биллер остался в России, поэтому техническое обслуживание автомобиля делать без проблем. На автомобиле сейчас у нас пробег порядка 70 тысяч километров. Значит, данный автомобиль у нас идет в сравнении с новой Mazda 6 2015 года. В принципе, в машине, я вам сейчас просто пару деталей покажу, вы поймете, что они пересекаются, то есть есть у них общие трения, скажем так. Почему мы сравним два автомобиля? Потому что, в принципе, было время, что автомобили находились в одной ценовой категории. То есть можно было купить Mazda 6 за полтора миллиона и можно было купить Opel Insignia тоже за полтора миллиона, тоже в нормальной комплектации. Если бы Opel остался бы на рынке, то цена данного автомобиля составляла бы порядка 1 миллиона 900 тысяч рублей. На секундочку, если вы зайдете на сайт Opel DE, это немецкий сайт, то есть откуда, в принципе, автомобиль-то самый родом, вы увидите то, что сегодня он там стоит 29 тысяч евро. Я умножил на сегодняшний курс в 71 рубль, цена автомобиля составила порядка 2 миллионов рублей. Значит, сейчас по стариночке, по стандарту давайте просто ваше мнение посмотрите на два автомобиля. Вот оператор, будь добры, отойдите назад чуть-чуть. Вот на два автомобиля просто с лица, с легкого уголка и выскажите ваше мнение. Как вы считаете, какой автомобиль здесь симпатичный? Ну, понятное дело, что я считаю, что Mazda 6 у нас как бы смотрится более выигрышно. Она, вот если в нее посмотреть, она, парни, она более дерзкая, да? Вот просто смотрите. Я уже понял, что вся эта дерзость доходит за счет вот скошенной морды, вот прямой морды, вот нижней губы и, в принципе, вот этого взгляда выразительного от фар. То есть это немаловажно. И посмотрите, пожалуйста, на Opel. То есть Opel, вот если с этого угла смотреть, то, в принципе, он у нас не получается скучным. Вот машину скучной не назовешь. Ее нельзя сказать, потому что она какая-то умеренно сдержанная. Это не про нее. Вот, пожалуйста, автомобиль такой, он молодежный. И на ней ездит, в принципе, молодой человек. И я вообще в целом, все машины, которые я вижу от Opel Insignia, в основном ездят люди молодые. То есть мужика на ней лет 50 я ни разу не видел. Если вы видели, вот вы напишите в комментариях. Значит, погодка сегодня солнечная, машины чуть перестали, чтобы тени на них не падали. Вот сейчас смотрите. Про Мазду 6 на канале очень много видеозаписей. Соответственно, заходите на него. Про нее я рассказал абсолютно все. Мы сейчас, конечно, какие-то места будем сравнивать. Но больше мы внимания будем отдавать Opel Insignia. Поэтому пойдемте ближе к машине. Вот смотрите, о чем я в последний раз говорил. Морда у машины более вытянутая. То есть она, видите, чуть более такая плавная. За счет этого, за счет этого, и получается такая, знаете, ну как-то она поспокойнее маленько смотрится. Но если смотреть на машину в профиль, там вот, боком, то, соответственно, вот у нее вид все равно получается интересный. То есть вот кузов у нас, ну, хэтчбэк, он же лифтбэк. Отличный кузов. Я вам про это сейчас расскажу. Мы к этому вернемся чуть позже. Обо всем давайте по порядку. То есть вот смотрите, с фарами начнем. Фары здесь у нас стоят. Ходовки у нас диодные. Оптика у нас биксеноновая. С контролем, то есть влево-вправо руль поворачиваем, пожалуйста, фары следят за вами. Точно такая же тема у нас сейчас есть на Mazda 6. Но у нас на Mazda 6 уже идет диодная оптика. Я уверен, что следующий кузов у Insignia будет уже однозначно с диодной оптикой. Возвращаемся дальше. Смотрите, вот нижняя часть, где у нас идут противотуманки, они здесь, кстати, тоже галогеновые. Опять подчеркну то, что на мой взгляд, это идеальное решение для противотуманков. В нашей комплектации еще установлен датчик снижения за ближним дальним светом. То есть, соответственно, машина едет перед вами, включается в ближний. Никого нету на дороге, включается в дальний. В принципе, все те же самые технологии есть и в Mazda. Есть также система здесь Opel Eye. В нашем случае ее нету, но она вот устанавливается в морде, в решетке радиатора. Фишка, на самом деле, я считаю, что она бесполезная. Почему? Потому что она помогает следить за контролем занимаемой полосы. Давайте на сегодняшний день с вами просто по-взрослому взвесим и скажем, кому они нужны, эти полосы. Вот вы едете, вы что, сами что ли не видите, куда вы едете? Налево, направо. В занимаемой вы полосе находитесь или не в занимаемой. А вот в час пик, в час пик, а с работы возвращайтесь. Не важно, где вы живете, в большом городе, в маленьком. В маленьком это даже еще сложнее будет. Потому что, как правило, в маленьких городах не всегда есть вообще разметка четкая, и чтобы машина ее читала. Поэтому нужна эта функция? Ну вот скажите, пожалуйста, у кого она стоит? Либо точно под такая же, ну, похожая функция стоит на Mazda 6. Расскажите вообще, в какой раз ей пользовались кто-нибудь? Если мы сейчас с вами будем говорить про боковую часть автомобиля, то, пожалуйста, обратите внимание, что у нас здесь есть повторитель, поворотник. Так вы знаете, что, ребята, вот он как раз у нас диодный. Маленькая технология, маленький прорыв вперед. Диски 18, резина здесь стоит широкая, 245 на R18. Двери, в принципе, вот вообще в целом машина по длине, по ширине и по высоте. Вот что Mazda 6, что Insignia, они в целом одинаковые. То есть там плюс-минус в миллиметрах. Одна из них по длине на 20 миллиметров, другая там поуже на 10 миллиметров. То есть как бы не критично. Вот. Давайте просто сбоку посмотрим на автомобиль. Вот задняя часть, конечно, здесь вот, на мой взгляд, реально интересно. Вот этот вот утиный хвост, так называемый. Многие добиваются его на Mazda 6 путем установки спойлера. То есть здесь вот он уже в фузове технологически решен. Давайте посмотрим просто сразу с вами заднюю часть. Вот вы сами оцените, скажите. Как вам? Здесь прошу обратить, когда тормоз жмешь, загорается. Пожалуйста, топак. Интересно сделан. То есть у меня, например, в машине, он на Mazda 6 у нас. Он спрятан здесь пониже. Вот. Соответственно, давайте присядем. Вот просто обратите внимание, как задрата жопа. Это на самом деле отмечают многие владельцы автомобилей. Вот как вот жопа задрата, да, у машины. И покажи вот этот, например, бордюр заднюю. Вот когда такой бордюр в городе вы встречать будете, то есть у вас с ним проблем никогда не будет. Почему? Потому что вы всегда будете упираться аж колесами в него. Все, без проблем. На Mazda 6, в принципе, тоже жопа задрата повыше. Я всегда говорил многим вот парням, паркуйтесь задом. Никогда не паркуйтесь передом. Потому что вот, например, передняя часть автомобиля, его в принципе, если не черкалять, то вот будет. Прямо сантиметр в сантиметр. То есть тютелька в тютельку стоит. Но зачем это надо? По техническим характеристикам здесь у нас стоит 1,6 турбо. Выдает он 170 лошадиных сил. Разгон от 0 до 100 у нас по паспорту 9,9, ну, 10 секунд. Расход топлива в городе примерно 9-10 литров. Это с условием того, что вы ездите в спокойном режиме. То есть у вас нет этого газ в пол, тормоз, газ в пол. То есть если ездить по такой схеме, то, соответственно, расход у вас будет гораздо выше. Какой он будет, я уже сказать не могу. То есть это нужно индивидуально смотреть, следить. Вот, на трассе, в принципе, 7-7,5 без проблем сделать можно. Шумку автомобиля заслуживает отдельного внимания. Я раньше вообще думал, ну, шумка, шумка. То есть я вот честно говорю, вот раньше я никогда не придавал значения вот этому понятию шумоизоляции. Но когда я столкнулся с автомобилем Mazda 6, соответственно, я понял, что шумоизоляция, она имеет огромную роль. И вообще, что это такое? Здесь же она заслуживает отдельных слов. Мы о ней поговорим сейчас чуть попозже. Клиренс у автомобиля, что у одного, что у другого, 160 миллиметров, в принципе, одинаковый. Морды, свес тоже, в принципе, одинаковые. Но вот если так присмотреться, то у Insignia, вот за счет этой части, передней, вот. То есть вот это, я думаю, может быть проблемой, то есть для того же самого бордюра. То есть это без проблем, вот эту часть у нас можно оторвать. И то даже если, вот смотрите, я на нее жму, возможно, владелец уже где-то, даже когда-то прижимался, ну, как-то она прям хлипенько ходит. Вот. Вес у автомобиля практически тонна 800. То есть, если быть точным, там одна тонна 765 килограмм автомобиль. Весит пустой. Соответственно, за счет этого, я думаю, здесь очень хорошо наложили и шумки, и лакокрашенное покрытие здесь тоже очень хорошее. Многие владельцы, вот общался и с другими владельцами данного автомобиля, многие отмечают, что к этим нареканий нет. Даже с темными автомобилями, то есть проблем как таковых, там явных сколов, царапин, сагин нет. Мы можем поближе сейчас посмотреть морду автомобиля, но я вам сразу говорю, походил, полазил, машина без сколов. Хотя человек ездит из одного города в другой, то есть, ну, путешествует, скажем так. Трасса, сами понимаете, камни, высокая скорость, морда в нормальном состоянии. За счет того, что он тяжелее, просто сразу явные, вот прям вот я открываю дверь, ну, пойдем, давайте дверь с вами откроем, вот смотри. Вот я открываю дверь, покажи ее. Массивная дверь хорошая, то есть она тяжелая. Вот я если закрываю ее, я просто ее толкаю, дверь закрывается. Когда стучишь по ней, даже звук глухой, то есть реально шумка здесь действительно очень хорошая. Вот в этих мелочах, вот покажи, как если камеры провести, вот здесь по контуру, вот здесь стекло идет, то есть здесь даже шумоизоляционный материал наложен, то есть вот все это видно, пожалуйста, без проблем. В нашем же случае, пойдем вот на мази покажем, специально окошко даже уже заготовлено для спрятки, то здесь просто пластик пустой, здесь ничего нет. Дверь, смотрите, вот я открываю, она очень легкая. Вот, вот встать что-то туда. Вот, смотри, парни, открываю дверь, говорит, толкаю ее. Вот она, она вся ходит, ее всю трясет. А бывает так, то что я где-нибудь встану, ну, под наклоном, под небольшим, то есть я не запаркуюсь, я нехать и толкаю дверь, порыв ветра, он ее когда толкает, то есть дверь там вся вот так вот аж ходит. То есть, казалось бы, это на самом деле неприятно. Это, блядь, это серьезный минус для машины. Касаемо управляемости автомобиля. Здесь, как обычно, могут быть противоречивые мнения, осуждения, высказывания. Одни говорят о том, что автомобиль идеально управляется. Владелец данного автомобиля, отличая от того, что, в принципе, для него крейсерская скорость, ну, для самого владелец 160-180. То есть, вот в этом диапазоне. Ну, давайте просто с вами присядем теперь в автомобиль и посмотрим, что же у нас внутри. Как многие любят говорить, это у нас немецкий немец. То есть, автомобиль был произведен в Германии, доставлен в Россию. То есть, в России заводов по производству Opel нет. Соответственно, можно судить, что такое немецкая сборка. А именно, качество материала. Та же самая дверь. Здесь ничего не ходит. Здесь все сделано качественно, обшито. Хороший пластик стоит. Все, без проблем. То есть, к этому даже, ну, я даже не вижу смысла, как обычно, рассказывать, это кнопочка, есть на нее нажать, там что-то откроется, закроется. Все здесь отлично. Действительно. И вот обратите внимание, просто шумоизоляция окна. Она вот идет вот внутри. Здесь шумоизоляция. Она очень хорошая. То есть, в принципе, шумку здесь все хвалят. То есть, смотрите, двойной слой. То есть, без проблем. Раз, два, прорезиненно. Все. Кажем просто сиденье. Вот сиденье здесь вот реально, вот по ним прям видно, да, что они удобные. Что прям охота на них сесть и посидеть на них. Вот смотрите, механическая для ног. То есть, это идеальный вариант, когда вы едете на дальняк, например, чуть назад откинулись, ее выдвинули, поставили круиз-контроль, или вы как бы только следите за тормозом. Садитесь в автомобиль. Оп. Все. Посадка удобная. Вот здесь действительно очень ярко выражена боковая поддержка. Что вот здесь, что здесь. Я вот весом примерно 80-82 килограмма. То есть, наверняка, эти сиденья будут неудобны тем людям, у которых есть, вот как вот сказать, пузико-арбузико. У кого-то пузико-арбузико. Они могут здесь просто-напросто не помещаться. Ну, а так в целом, то есть, сидеть реально удобно. То есть, руль тоже пухленький. Но руль, парни, он прям вот как вот из Мазды 6. То есть, он похож. То есть, вот по объему, не знаю, может быть, он тут на какие-то миллиметры побольше, но в целом, руль идеальный. Вот смотрите, что я вам хочу сказать. Вот. Вот где вы еще такую тему видели? Я вот ее видел только в Мазды 6. Только здесь карман побольше. Идеальный вариант положить все-таки документы, права, страховку, там не знаю. сели, поехали. Давайте просто отметим, смотрите. Вот покажи просто приборную панель. Вот приборная панель, она здесь полностью электронная. То есть, заводим, появляется сразу у нас спидометр. Вполне удобная, читаемая. Те, кто там рассказывает о том, что она не читаемая, то уж цифры можно было сделать побольше, поменьше. Спокойно. Все здесь читаемо, все здесь ворится, тем более она белая, на черном. То есть, идеальный вариант. Обращаю ваше внимание вот на подлокотник, например, давайте просто за качество. То есть, сел, я все, я сижу на тормозе нога, подлокотник удобный. Вот, обратите внимание, вот этот вот, я считаю, вообще идеальный вариант в моем случае, даже когда вот раз поставил кофе, попил, закрыл. Хочу отметить, что, повторюсь, у машины 70 тысяч пробег. И вот этой части, я думаю, здесь пользуются каждый день. Соответственно, вот она мягко открывается и мягко закрывается. В Mazda 6 я на первом же ТО уже просил, чтобы мне здесь вот помазали силиконом, потому что было прям ощущение, то, что машина прям сухо открывается. Ну, не машина, а вот эта вот загородка прям сухенько ходит, то есть, так в натяг. И сейчас, кстати, тоже вот 42 тысячи пробег на машине, надо вот поедать на ТО, буду тоже самое говорить, чтобы сделали. свет, управление, омывайка, все, вопросов никаких не возникает, все идеально. Здесь тоже музыка, управление мультимедиа, вопросов нет, на этом даже останавливаться не будем. Пойдем сразу, вот главное, ничего здесь нигде не скрипит, качество материалов на самом деле хорошее. Но, хочу отметить, как-то раз, когда я купил Mazda, мне кто-то писал в комментарии, нифига себе там щель, но только это было все в матерной форме, то есть там прям было грубо, что огромные щели, что палец по месяцу. Мы сидим в немецком автомобиле. Вот в этих частях, так же, вот здесь тоже щель, покажи просто. Щель есть? Щель есть, вот щель пошла, то есть да, в Mazda, возможно, щель чуть побольше, чем здесь, но здесь тоже все это присутствует. То есть для тех, для кого вот эти вот вещи имеют решающее значение, ну, я не знаю, мне кажется, вообще себе автомобиль никогда не налетят, потому что в любом автомобиле где-то будут какие-то свои вот эти вот вещи. Ну, не будем зацикливаться. Вот. Вот центральная консоль, с которой вы, в принципе, будете дружить каждый день, общаться, садить, здесь что-то круто. И дисплей у нас также сенсорный. Здесь у нас сверху все, парктроники включили, выключили, курсовую устойчивость отключили. Все, здесь также у нас есть сразу навигация. Часто слышал, даже предварительно посмотрел один обзорчик про Insignia. Там люди говорят, что навигация здесь глупая, что с ней очень тяжело. Ну, с техникой нужно обращаться умеючи, то есть нужно играючи просто кайфовать. Поэтому, я, например, уверен, что один-два раза по ней проекции, на третий раз она вам уже будет доставлять удовольствие, выставить и найдете сразу общий язык. Есть подогрев руля в автомобиле, тоже важно. Коробка. удобное все, пожалуйста, сел. Чем-то даже напоминает мне коробка от Infinity, но, пожалуйста. Вот смотрите, здесь даже значок есть. Не знаю, для кого он сделан, для чего он сделан. То, что если вы знаете, вот истинное предназначение, скажите, вот я на тормоз нажимаю, он перестает гореть. То есть, наверное, какая-то подсказка, еще что-то. но вот смотрите, прослушайте звук. Слышите, прям-то щелчки, ход, переключение, то есть, но не очень, как-то, на мой взгляд. Электроручник, стояночный тормоз, он же. Вот, отдельного внимания заслуживает данная функция. Это вот мультитач, такой, так сказать. То есть, если я буду водить здесь пальцем, то соответственно, он как бы дает такую обратную вибрацию для того, чтобы более тактильные ощущения были переключения. Вот. На нем можно рисовать, там, допустим, сдавать различные команды, но я думаю, вы этим точно пользуются не будете. Ну, мало кто вообще этим пользуется. То есть, владелец автомобиля этим точно не пользуется. Здесь сбоку есть кнопка Back, назад, и то есть, вот режим включить рисование. Что это дает? Вот покажи сейчас просто дисплей. Вот представьте, что мы сейчас с вами не стоим, а едем. Я еду, управляю автомобилем, вот я пальцем вправо веду, я уже сразу могу, чтобы не тянуться, а вот здесь прям под рукой, то есть, у меня рука сейчас находится на подлокотнике. Все, я в удовольствие веду. Покажи место. Влезете. Я в него просто сажусь. То есть, сидел сам за собой. Опа. Все. Сел. Хочу отметить, тоже смотрите, вот важная особенность того, что мы сейчас снимаем все это дело летом. То есть, я легко одет, я в шортах, то есть, в зимнее время, когда там в штанах, в ботинках ты вышел из сугроба, и в зимней такой курки, пуховая, возможно, будет посадка уже более проблематична, то есть, но не так комфортно, как сейчас, например. Вот. Но места хватает, все, я сел. Что-то еще здесь рассказывать, говорить о том, что передняя часть, кому это надо? Все, я сижу. Крыша, да, помните, я в камере тогда стучал, покажу эту крышу просто, в камере стучал по крыше, она прямо ходила, здесь такого нету, то есть, здесь даже на самом деле, когда жмешь на нее, там чувствуешь, там еще шумка лежит, здесь материал очень хорош, на самом деле, всем тем любителям, кто любит машины, с хорошей шумоизоляцией, как вариант, там смотрите, я понимаю, что в России ее нету, но возможно, кто-то из вас смотрит, там с Украины, с Белоруссии, может быть там машина эта продается, и вы же хотите ее купить, то есть, как вариант, я бы, я бы даже мог бы, честно говоря, рекомендовать, вполне, пойдемте в багажник, смотри, а сейчас представляем, например, вот взял-то коляску, да, подошел сюда аккуратно, и вот ее, пожалуйста, вот эту часть можно убрать, то есть, все без проблем, она снимается, все, ее не будет, вместительность багажника порядка 500 литров, что я хочу отметить, вот эти вот газоупорные держатели, они места не съедают, все, ты поднял багажник, все, вот она, маленькая трубочка, то есть, ровный пол, в принципе, слегка притопленный, тоже сидение можно сложить, и действительно, можно спать, раскладываем сидение, кладем матрасик, два человека, здесь без проблем уместятся, все, багажник закрыли, можно отдыхать, ну, на природе, но есть люди, которые любят путешествовать, ездить, ну, а сейчас мы с вами садимся за руль, заводим автомобиль, и мы как-то маленько прокатимся, просто, вот я вам сейчас передам все свои ощущения, вот город, как раз, сейчас все возвращаются с работы, поток машин, мы пора едемся, и посмотрим, как вообще обзорность у автомобиля, ну, и вообще, легкие ощущения от вождения. Смотрите, автомобиль покупался у официального дилера в Москве, но владелец проходит техническое обслуживание в Туле, почему? Потому что там в разы техническое обслуживание дешевле, за весь период эксплуатации меняет только вот то, что в ТО, вот все, ни разу не было каких-то рекомендаций, давайте то поменяем, а у вас вот это износилось, то есть, вот приехало то, что написано в ТО, то он и делал, что хочешь сразу по автомобилю отметить, вот подлокотник, на самом деле, не очень удобный, потому что он реально затрат высоко, то есть, вот если вот этот вот правый, он действительно хороший, а вот ввери, то есть, он выше, то есть, мне нужно там, получается, сидение повыше приподнять, опять же, может получить дисбаланс, потому что у меня вот это вниз уйдет, а это выше. Владелец автомобиля отмечает, потому что, когда пользуешься стеклоподъемниками, приходится смотреть, вот я сижу, да, сейчас за рулем, приходится вот такое движение легкое делать, потому что вот они находятся вот здесь в двери, как-то ближе к себе, то есть, нужно, ну вот руку все засовывать, то есть, я сейчас сел в автомобиль заднее, в зеркало заднего вида, в принципе, кажется то, что мало обзорности, потому что кузов скошенный, такой небольшой, но однозначно, тема для привыкания, неделю поездить, и все, проблем никаких сзади не будет, то же самое с зеркалами, они тоже слегка скошены, то есть, у них красивая форма с улицы, но обзорность, на первый взгляд, не очень хорошая, в целом же, все владельцы данного автомобиля отмечают, что с обзорностью здесь проблем нет, никто ее не испытывает, едем по дороге, то есть, такая вот она, подразбитая маленькая, то есть, попадаем в почки, не сказать, что автомобиль прям очень мягкий, то есть, его мягким-то и не назвать, то есть, все равно характер у автомобиля спортивный, соответственно, отдача от дороги чувствуется, но в целом, при проезде, также лежачих полицейских, приятно, проезжали побыстрее, то есть, машина опять же не цокает, обратил внимание, то, что у Мазда, уже не раз об этом говорил, когда побыстрее проезжаешь, лежачий полицейский, то есть, ход подвески, видимо, передний поменьше, соответственно, какой-то цоканье происходит, многие люди, даже, кто покупает Мазду 6, поначалу, то есть, как-то говорят, а что это, то есть, думают, что что-то это ненормально, что это что-то сломанное, нормально все, парни, она так и будет у вас цокана, сиденье действительно очень хорошее, вот боковая поддержка, то есть, катаемся по городу, ездим, вот разгоняемся, реально очень удобно сидеть, вот сиденье, вставлю вообще твердую пятерку, намного лучше поддержка, чем в ВАЗде, то есть, вот серьезно, управляемость автомобиля тоже, я вот, дорога, по которой обычно езжу, без проблем, влево-вправо машина стоит на дороге, и хорошо, 170 лошадей, турбина стоит, 1,6, машинка набирает, в принципе, бодренько, то есть, нет такого, знаешь, что нажимаешь в пол, она прям полетела, но тоже сможешь по спидометру, скорость бежит, то есть, уверенно чувствуешь себя за рулем, но 10 секунд, 10 секунд, 0,110 секунд, тут ты хоть что сделаешь, такие цифры, оператор, сигния, прокатились, сравнили, посмотрели автомобиль, на самом деле, мне понравился, то есть, вот самое главное в автомобиле, когда он тебя впечатляет, когда ей за что зацепиться, придя в салон, взяв ее на тест-драйв, проехавшись, я бы, на самом деле, думал бы, выбирал бы, из других автомобилей, соответственно, на этом мы наш сравнительный обзор подводим, к концу, в следующем ролике, какая у нас будет машина, никому неизвестно, сейчас на экране появится такая маленькая ссылочка на мой инстаграм, когда я узнаю, какая машина есть, я ее фотографирую, там выкладываю, если кому-то интересно вообще, то есть, подписывайтесь, будете смотреть, друзья, ваше мнение по автомобилю, высказывайте, пишите в комментарии, сразу говорю, необоснованные комментарии, буду чистить, комментарии, конструктивные критики, всегда приветствуются, поэтому всем спасибо за просмотр, всем пока-пока!